вопрос 3923 том 27 книга открытым оком и неужели патриархийный ничего полезного из выступления диамида для себя так и не взяли в чем же причина их упорство отвечает игнатий тихонович лапкин с этими людьми нужно поодиночке беседовать и не в городе а в степи или в лесу они много полезного сказали диамиду которые не менее их уперт с такими было мелочами вылез что только и сплеснешь руками да будет ли когда евангелизирована это шестая часть суши противники диамида ловко засоряют зрителям глаза и потом видимо сами удивляются как сумели всех провести основанная на лжи московская патриархия не раскаивается во лжи кавычки открываются как только на православном мире начался великий пост в интернете вдруг начал распространяться страшный документ неожиданное обращение малоизвестного епископа чукотского и анадырского диамида дзюба где владыка выдвигает целых девять пунктов обвинения якобы свидетельствующих о том что в нашей церкви кавычки открываются существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения обсуждение этой чукотской энциклики так бы и осталось сугубо внутри церковным делом если бы она не влекло за собой общеполитические проблемы для российской государственности вся странность этого обращения заключается прежде всего в том что сих что до сих пор русская православная церковь московского патриархата испытывала весьма привычные нападки слева за желание ввести курсы теологии в вузах и основ православной культуры о пк в школах за законные осуждения абортов и гей парадов за декларирование за декларированное отстаивание неполит корректной традиционной морали во всем христианском мире русская православная церковь московской патриархии воспринимается как оплот последовательного церковного традиционализма в чем связаны с чем связаны растущие симпатии к русскому православию со стороны консервативной части католиков и протестантов хотя конечно в современной россии можно найти и другие группы для которых и русская православная церковь московской патриархии покажется слишком либеральной например для каких-нибудь староверов запрещающих пить чай и кофе ибо это наркотик и смотреть телевизор ибо в нем сидит лукавый и вот с обращением чукотского епископа диамида в полку таких маргинальных ревнителей не по разному прибыло немногочисленные но весьма ретивые сторонники этого обращения обычно упрекают своих критиков в замалчивании содержательной сути всех девяти пунктов его обвинения так что предвидя эти упреки оговорим каждый из них первое обвинение в том что якобы набирают силу юридическое учение экуминизма ставшая фактически главной претензии диамидовцев то ли по иронии судьбы то ли по простоте душевное является главной же неправда этого обращения любой минимально разбирающийся в истории русской православной церкви последнего времени человек прекрасно знает что что-то типа экуменических тенденций могло бы стать реальностью в россии где-то в начале девяностых годов когда сторонники экуминизма имели какое какое влияние на волне общего либерального распада но очень скоро от этих тенденций не осталось и следа сторонники экуминических сближений сегодня занимают в общем православном пространстве россии не менее маргинальное положение чем диамидовцы достаточно напомнить что главный идеолог экуминизма бывший отец глеб якунин вообще лишён сана и предан анафиме и вот уже 10 лет все официальные издания московского патриархата проводят последовательную анти экуменическую линию и даже в самом православном мире русская церковь представляется цитаделью ортодоксии в противовес действительно коммунической политики константинопольского патриархата можно без преувеличения константировать что сегодня все церковные интеллектуальные центры и издания только соревнуются в большом антиэкуминизме и радикальном разведении православного учения и любого возможного инославия более того можно даже предположить что количество антиэкуменических статей и выступлений экс-кафедра сегодняшняя церковь перейдет в качество настоящей православной контрреформации говорить на этом фоне о том что в нашей церкви набирает силу еретическое учение экуменизма значит демонстрировать полную неадекватность и полное неучастие в реальной церковной жизни и какие конкретно факты приводятся диамидовцами в качестве какие конкретно факты приводятся диамидовцами в качестве свидетельства мифического экуменизма совместные встречи и заседания но причем здесь простите экуменизм общаться на любые мировоззренческие темы с кем бы то ни было может кто угодно с кем угодно в противном случае как же тогда возможно православная миссия как не через прямое общение с неправославными к тому же диамидовцы как будто бы забывают что московский патриархат это мировая религиозная организация представленная на всех континентах и стремящаяся к постоянному расширению своего миссионерского влияния ведь авторы чукотской энциклики при всем своем изоляционизме наверняка согласны с постулатом москва третий рим и были бы не против утверждения вселенского статуса московского патриархата в противовес подрывной деятельности фонара но как же возможно такие претензии без четкого понимания все необходимости активного и регулярного диалога с другими конфессиями однако возможно мы забыли базовую установку многих наших ревнителей не по разуму полное забвение вселенского масштаба самого православия тот уходящий в двоемерную мифологию русского раскола пещерный эскапизм не желающий даже слышать о всемирной миссии церкви саму идею миссионерства подобные ревнители считают чем-то не русским и не православным обвиняют даже сегодняшнюю ортодексальную церковь экуменизме хотя одного этого первого пункта диамидовского обращения вполне достаточно для того чтобы закрыть тему и как совершенно правильно напоминает дьякон андрей кураев 15 правило карфагенского собора кавычки открываются когда на состоящий в клире доносители предоставляют многие обвинения и одно из них о которых во первых во первых происходило исследование не могло быть доказано после всего прочие обвинения да не приемлются мы все-таки обратимся к другим обвинениям дабы не получить упрек в умолчании второе обвинение открывает нам собственно политический аспект этого обращения обвинения в духовном соглашательстве с мирской властью иначе называемая в нео-сергианство можно сразу разочаровать стороннего интересанта никакого героического бунтарства в этом обвинении нет и нет его именно потому что наша церковь уже очень давно как минимум с падением советского решим режима совершенно свободно от светской власти как никогда в истории россии вот обвинение самой нашей власти со стороны либералов в определенной зависимости от церкви еще имеет какие-то основания но церковь абсолютно свободно новое поколение священнослужителей вообще привыкла работать без всякой оглядки на государство потому что в 1991 года наше государство просто исчезла из церковной жизни и даже пожелания православной симфонии церкви и государства часто вызывают у многих наших клириков ответ на обвинение в цезаризме так что сегодня и уже очень давно московская патриархия решает все свои вопросы совершенно самостоятельно в отличие скажем от синодальной эпохи когда даже самой патриархии не было сегодня же церковь фактически выступает на равное с государством и не священники обращаются сегодня за консультациями к политикам о политике к священникам третье обвинение как бы усиливает политический градус этого обращения и мы как будто уже забываем о чем идет речь это обвинение в отсутствии якобы необходимого обличения антинародной политики существующей власти приводящая к распаду государства и демографическому кризису во первых антинародная политика без кавычек уже приведшая деградации государства и падению рождаемости было очевидно было очевидно все 90-е годы когда о сердобольных протестах отца диамида никто особо не слышал реально восстановление российской государственности и борьба с демографическим кризисом в 2000-е годы видимо прошла мимо чукотского епископа во вторых все возможные церковные собрания последних лет включая ежегодные всемирный русский народный сбор и международные рождественские чтения в кремле начинаются и заканчиваются обсуждением всех возможных кризисов нашего общества и прежде всего демографического хотя позволим себе это замечание вопрос повышения рождаемости совсем не входит в сферу церковной проблематики именно из обостренного общественно общественно патриотического чувства наши иерархи об этом сегодня говорят поэтому обличений и разговоров о демографии сегодня в церкви весьма много чего же тогда не хватает диамидовца наверное надо чтобы патриарх отлучила церкви президента не менее или после этого демарша и после этого демарша подобные православные ревнители часто называют себя державниками и монархисты до восстанови у нас монархию они первые выступят народными обвинителями именно такие в кавычках церковники обеспечили псевдо православную поддержку февральской революции 1917 года и уже придали необходимую религиозность религиозную легитимность любым революционным настроением четвертое обвинение вообще закрывает серьезность этого обращения но мы продолжим якобы в нашей церкви происходит цитата оправдание и благословение персональной идентификации граждан и более того наблюдается еще цитата четкая тенденция дискриминации верующих по принципу несогласия с процессами глобализации за наличие старого паспорта и отказ от иннм если вам еще интересно эта тема то можно напомнить что православная церковь в принципе не может ни благословлять иннм не осуждать его просто потому что введение идентификационного кода на каких-либо носителях кроме человеческого тела не имеет никакого отношения капали к апокалипо элипистическим трем шестеркам в противном случае каждому христианину нужно отказаться сегодня не только от ннн но и от любого номера в свидетельстве о рождении свидетельстве о браке школьном аттестате в узовском дипломе проездном билете в метро или на самолет наверное авторы этого обращения очень бы хотели чтобы каждый русский человек именно так повернул свою судьбу но зачем же тогда говорить о таких социальных темах как государство и демография вслед за отказом от минисионерства если следовать этому обращению должен последовать отказ от социальности и это как раз тот самый главный акт суицида которого хотели бы от всех православных русских людей и подлинные враги и какие примеры приводят диамидовцы в подтверждение своего странного обвинения дискриминация за наличие старого паспорта вот государство наше может законно требовать от своих граждан наличие нового паспорта если эти граждане хотят быть гараж гражданами то есть свою очередь иметь возможность хоть что-то требовать от самого государства ну какое дело настоятелям церкви до старых или новых паспортов и более того чем чем старые советские паспорта лучше новых советские паспорта были документом декларативного атеистического государства получается что диамидовцы гораздо понятнее паспорт богоборческого государства с масонской символикой чем паспорт новой россии православно-имперская символика которого столь однозначно что некоторые мусульмане на фигула аширов даже выражали по этому поводу определенные протесты что-то не связывается в обращении епископа диамида что-то там изначально не продумано пятое обвинение заставляет задуматься о степени серьезности обращения в целом одобрение демократии призыв голосованию за определенных политических лидеров вопреки церковным канонам и в нарушение соборной клятвы 1613 года кавычки закрыт пояснение здесь конечно нужно сразу уяснить с кем мы имеем дело то ли с народными родителями всегда имеющими в запасе подробный комментарий на известный тезис апостола павла нет власти не от бога или жесткими монархистами противниками любого народовластия видимо обращение писалось двумя разными группами а потом решили совместить или писал один а подписывал другой в общем здесь надо определиться в какой форме рпцзмп должно осудить демократию предоставившую ей куда больше возможностей чем синодальная монархия ибо когда в истории русской и ибо когда в истории россии русский патриарх и митрополиты были более свободны своей деятельности чем в наше время мы в данном случае совсем не хотим сказать что нынешняя либеральная демократия хоть чем-то лучше православной монархии вовсе нет но просто хотим с нуля объяснить стороннему читателю почему нынешняя церковь не столь поспешно в критике нынешней политической системы как того бы не хотели некоторые монархисты и откуда эти люди взяли что в церкви присутствует призыв голосованию за определенных политических лидеров вообще то даже если бы подобные факты наблюдались ничего удивительного в них не было бы среди наших политиков и партий всегда есть те как кого можно было бы прямо назвать врагами церкви и тех кто служит ей на своем важном поприще например совершенно очевидно что для православных граждан разумнее голосовать за тех кандидатов которые отстаивают введение опыка в школе и прямо осуждать тех кто против и совершенно не не исключена ситуация что однажды политические партии и кандидаты будут четко делиться по принципу своего отношения к православию как же тогда церкви не бороться за права своей пастой но ничего похожего на призывы голосование сегодня нет и не предвидится церковь сознательно себя ставит над всеми партиями и пытается проводить свои интересы в каждой партии отдельно чем создавать специальную партию православных так что это обвинение окончательно дискредитирует все содержание обращения и уж а какой соборной клятвы 1613 года идет речь когда все что можно было сегодня для окончательной дискредитации монархической идеи сказано кто кому и когда давал клятву и кто и где сегодня имеет к ней отношения спросит любой стихийный сторонник демократии после прочтения такого обращения и будет абсолютно прав при этом совершенно очевидно что если бы столь аполитичная партия диамидовцев стала рулить нашей церкви получила бы власть государстве то тогда уже призывы голосовать за одну единственную партию и неизбежные репрессии за ослушанием были бы просто неизбежны обвинение номер 6 7 и 8 развивают изначальный тезис о набирающем силу экуменизме но мы все же обратим на них внимание самым показательным событием экуменического характера диамидовцы считают проведение межрелигиозного саммита с обращением к лидерам большой восьмерки что является признанием их власти для большей находчивости авторы поясняют большая восьмерка является органом мирового масонского правительства подготавливает приход единого мирового лидера то есть антихриста как говорят в таких случаях все это было бы очень смешно если бы не было так грустно про необходимость и неизбежность такого рода собрания мы уже сказали но добавим что требовать от московского патриархата прекратить всяческий диалог с инославными и наверными религиозными организациями это тоже самое что требовать от российской власти закрыть министерства иностранных дел и все возможные посольства можно понять претензии такого рода со стороны различных сект кому они нужны чтобы с ними контактировать два прихода на три квартиры или диамидовцы тоже готовы стать такой секты межрелигиозный саммит был специально проведен главой о вцс митрополитом кириллом в москве третьем риме накануне саммита большой восьмерки чтобы обозначить вселенское значение московского патриархата и геополитическое влияние москвы надо признаться что это была большая удача нашей церкви привлекшая к ней внимание со всего мира однако авторы обращения продолжают на прошедшем саммите религиозных кавычки открываются на прошедшем саммите религиозных лидеров в итоговом документе подписано всеми собравшимися представителями религиозной конфессии была засвидетельствована вера в одного всевышнего дальше приводится цитата будем хранить мир заповеданный всевышний мы не считаем что у нас один всевышний с иудеями мусульманами и прочими религиями и учениями эх ревнители не по разуму как будто не понимает что ежели каждая из религиозных организаций в частности русская православная церковь московского патриархата не признают единого между ними бога то и слова эти лишены всякого смысла клок кроме формальной дипломатии и сам факт этого странного цитирования говорит только о том что диамидовцы ничему другому придраться не могут а уж ради одной этой цитаты вызвать со всей серьезностью ирби от орби не знаю период что думаем просто бессмысленно кто-нибудь знает что это игнати ханчирби от орби шт как переводится чтобы читателям понятно было и сам факт такого странного цитирования говорит только о том что диамидовцы ни к чему другому придраться не могут а уж ради одной этой цитаты вызвать со всей серьезностью но по-русски как это тот предложение а уж ради одной этой цитате вызвать со всей серьезностью это бессмысленно повсеместно в интернете посмотри городу и к миру переводится ой корма